Привет, здесь Reverse. Сегодня дудок. Это тоже наша машина. Мы ее достаточно давно купили, год назад. Это Cadillac Escalade 2011 года. И сейчас мы решили, что надо ему тоже борт-журнальчик открыть. Поэтому снимем у него короткое ознакомительное видео. Ну и, соответственно, первую запись в БЖ сделаем по замене магнитолки. Машина была куплена год назад. Год назад, год назад. Пробег у нее был чуть-чуть меньше 100. Да, чуть-чуть. За это время она не очень много накатала. Мы много там всякого наделали. Но постепенно будем вносить в борт-журнальчик. Так, что у нас в салончике? Ну, салон такой же, в общем-то, как и на моем коричневом. Бежевый. Единственное, что здесь комплектация несколько попроще. У нее нет выезжающих подножек и нет люка и заднего монитора. А так, в общем-то, почти одинаково. Брат-близнец, только другого цвета. Даже выпущен почти в одно и то же время. Все работает. Весь замечательный, нашего любимого белого цвета. Ну, тут у нас на лбовом зависть тема, так скажем. Здесь есть все опции, которые были вообще возможны на этом Cadillac. Это и IntelliBIM, то есть переключатель ближнего и дальнего автоматический. И датчик дождя, которого никогда не было на машинах 2011 года. Ну, из не совсем обычного на этой машине дилером еще был установлен омыватель фар. Хеловский. Они же установили сюда ксенон достаточно похабно. Все это сделано так себе. Мы это тоже будем подключать по-человечески. Так что, как это задумывал GM, хотя на этих машинах никогда не было штатного обмывателя фар. Но, как ни странно, зачатки в электросхеме этого явления есть. Зимние колеса у нас 20-очки. Китайские МКВ. Они нам очень и очень нравятся. Будем менять на какие-нибудь другие. Но пока эти. Салон у нас достаточно стандартный. Ну, то есть бежевый салон с капитанками вместо дивана. И как нам с диванами не достанется прекрасный автомобиль. Первая работа, которую мы будем освещать в этом автомобиле, это замена бубнитолы на другую бубнитолу. Ну, такую же, в общем-то, от Эскалайда, но с расширенными функциями, так скажем. Люка, как видим, нет. Монитора заднего нет. Тут, кстати, кто-то спрашивал по поводу, что люди высокого роста не могут усесться на сиденье, типа головой в потолок упираются. Я не знаю, я вот рост-то, в общем-то, совершенно не маленького, ну, не карликов, скажем так, 185, наверное, сантиметров я. Ну, тут вот, как бы, сиденье тут почти до конца поднято наверх. В общем, больше не ледит. Когда люк здесь, тут, соответственно, потолок ниже где-нибудь вот на стоку, то есть сантиметра, ну, на 4, на 5 точно. Может быть, тогда, да, там в прыжке человек туда достанет. Если вам интересна судьба этого Кадиллака, и вообще у нас Кадиллаков несколько, подписывайтесь на эту и на все остальные наши проекты. Я думаю, что будет интересно. Кадиллаков